Здравствуйте, Владимир Николаевич! Мы начинаем с вами беседу. И один из вопросов такой. Прошел чемпионат Европы. Как на ваш взгляд, результат, который показала сборная России, был ожидаем или нет? Для меня этот результат был ожидаем, потому что у нас традиционно как-то приятно, что мы после Олимпиады всегда очень хорошо смотримся. Тут еще и другие обстоятельства. То, что после Олимпиады обычно все лидеры отдыхают. И даже если они участвуют на этих соревнованиях, для них они просто там как проверят себя, самочувствие. То есть никто особо как бы не надрывается, как в спорте можно сказать. Потом, во-первых, рейтинг начинается только со следующего года. И исходя из этих позиций, я считал, что наша сборная команда может выступить, как обычно выступалось, сразу после Олимпиады. Вот даже взять, например, того же Михаилева, например, он все чемпионаты мира выиграл только после Олимпиады сразу. И ни на одном чемпионате мира, за исключением все везде, 99-го года, когда он был молодой, тогда он непосредственно перед Олимпиадой стал 3-100 кг. А когда непосредственно надо отбираться к Олимпийским уровням, Саша на всех чемпионатах не направил. Но вот заслуги, точнее успехи сборной России на чемпионате Европы можно отнести к заслугам нового тренера НЦ Гамбы? Или все-таки это больше заслуги Сергея Табакова, бывшего тренера сборной? Да нет, только ни в коем случае не Табакова. Как раз результат-то был показан за счет того, что Европа Гамба дал нагрузки, ребятам дал нагрузки, вывел их на хороший уровень, потому что на Олимпиаде было видно, что ребята не готовы к соревнованиям, именно по нагрузкам они. Плохо дышали, у них не хватало функций, потому что сами по себе российские спортсмены у нас сильны. Я даже исходя из той же жеребьевки, прошлой пекинской Олимпиады, я там смотрел, вот вижу жеребьевку, там человек уже в финале должен быть. То есть проходная весовая категория была у многих, ну кроме, наверное, ритмена. Поэтому то, что сейчас сделал Гамба, он поднял нагрузки, но там другая крайность, то, что он слишком нагрузками увлекается, потому что у нас как-то получается, мы никак не можем найти золотую середину по нагрузкам. Либо у нас слишком много нагрузок, либо нагрузки носят объемный характер, анаэробного плана, который тоже не соответствует требованиям борьбы дзидо. Либо вообще нет нагрузки. Вот Табаков считал, что там 7 схваток по 2 минуты, у него будет самая максимальная нагрузка в сборах. Представляешь, это как можно бороться, там 5-7 схваток на Олимпиаде с утешением, это где-то средние 30-40 минут срабатывания времени, а у него самая большая максимальная нагрузка была 14 минут, 7 схваток по 2 минуты. Конечно, они не были готовы к тем нагрузкам. А Гамба, вот сейчас, мне кажется, он немножко перебирает. И опять же, вот этот маленький звоночек для меня лично, то, что именно старики посыпались. Першим третьим стал, Михаилин стал третьим. Молодые ребята, как бы у них все здоровье пока попроще, покрепче. Поэтому они эти нагрузки выдерживают. Но вот исходя из того, что я знаю, нагрузки запредельные. И ребята могут сейчас посыпаться. А вот бытует мнение, что после Олимпийский чемпионат Европы, чемпионат мира не являются показателями подготовки борцов высокого олимпийского класса. Ну, как вы сказали, что обычно российские спортсмены, вот тот же Михаилин, показывают результат после Олимпиады. Когда у всех титулованных или призеров Олимпиады, наоборот, идет спад, мы как бы подготавливаем. Нет, ну это не просто спад. Просто нельзя быть, скажем, там, скажем, 7-8 лет, если ты один цикл отборолся, потом следующий цикл выступаешь. На протяжении 8 лет нельзя, так сказать, звенеть там, быть все время в форе. Поэтому всегда надо организовать, отдохнуть, потому что там и психологического плана нагрузки, и физического плана нагрузки. Даже для спортсменов, мне кажется, более тяжелого нагрузки именно психологического плана. Физические нагрузки мы сами по себе там, ну, добавил, убавил, прибавил, можно контролировать. А вот психологическое направление, оно хуже управляемое, то есть тяжелее, и последствия более тяжелые. Поэтому здесь вот после Олимпиады, конечно, надо отдыхать. И все, и весь мир так делают. Но я уже неоднократно писал в статьях разных, и в интервью тоже. К сожалению, у нас получается как-то готовить всегда наоборот. Весь мир готовится, скажем, снизу вверх, к Олимпиаде идет. А у нас наоборот, все равно после Олимпиады показан результат, а к Олимпиаде приходим не сильно. Ну вот чемпион Европы последний, в принципе, все, кто в призы попал, и чемпион Европы, они все, в принципе, никто из них не боролся на Олимпиаде, кажется. А те, кто боролся на Олимпиаде, наоборот, показали худший результат свой. Тот же Першин там или Гаданов. Нет, ну, во-первых, это молодые ребята, они, конечно, сейчас стараются себе заявить там как-то, поэтому они на этой Европе, может быть, и старались показать максимум результат, чтобы потом легче проходить конкуренцию, легче доказывать, что они ведущие в этой категории. И, в принципе, я даже поощряю то, что Гамба, например, сейчас провел эксперимент, как раз он молодых ребят поставил, за исключением, там, скажем, Михалина, Першина и Гаданова, четыре человека поставил молодых ребят, и молодцы из этих четырех, там, трое стали чемпионами. Ведь раньше, как раз вот, опять же, вспоминаю, после той Олимпиады в 2005 году, Табаков заставил всю Олимпийскую сборную бороться. Они все отдыхали, никто не готов был. Я видел, как в Каире там тот же Тао вплевался, но многие ребята там носов просто не были готовы, просто заставил бороться Табаков, чтобы дать результат, потому что ему как трейлер, и нужен был результат, и он, конечно, больше надеялся на Олимпийцев. А Олимпийцы отдыхали, вот они поэтому там и провалились. Сейчас Гамба сделал молодец, он сделал как бы упор на молодых, и молодые доказали, что они тоже не хуже ветеранов и способны бороться на том уровне. Просто, опять же, я говорю, как это будет перед самой Олимпиадой, вот что самое главное, когда пойдут олимпийские очки, отборы. Потом даже просто по количественному составу народу меньше бороться, чем, скажем, когда борются перед Олимпиадой на Европе. Ну, даже, например, вот, как-то, это же не афиширует, но, например, вот, Явашенко выиграл тяжелые, 9 человек бороться. Чемпионка Европы, 9 человек. Ну, что это, конкуренция, что ли? Конечно, там из 9 человек можно стать чемпионом. И вот даже во всех весовых категориях было в основном около 20 человек. Я специально люблю статистику, люблю считать, делать анализы всякие. В среднем было в весовых категориях около 20 человек. Обычно перед Олимпиадой это под 40. Когда идет отбор к Олимпиаде, это под 40. То есть два раза примерно.